Здравствуйте! В эфире мобильный репортер Хакасия. Программа, которую мы делаем вместе с вами, нашими зрителями. Корреспондентом может быть любой желающий, если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, забавного случая или просто хотите привлечь внимание к какой-либо социальной проблеме, достаточно взять в руки камеру, мобильный телефон или включить видеорегистратор. Ваш репортаж увидит вся республика. Меня зовут Константин Кравцов. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. Очередное ДТП на самом неспокойном перекрестке Абакана обошлось без жертв. В ледяном плену тянут-потянут, вытянуть не могут. Абазинские рыбаки спасают лодку. Наглые белки атакуют дачи и видеооператоров. В поисках пропитания грызуны готовы на любые риски. В Абакане очередное ДТП попало в объектив камеры видеонаблюдения. Авария произошла на перекрестке Некрасова-Советская. Поворачивая налево, водитель решил, что успеет проскочить перед встречными автомобилями, но не вышло. ДТП случилось 16 ноября вечером. Серьезно пострадавших нет. Автором следующего видео стал Кирилл Толстихин из Абазы. Свой ролик он снял на реке Абакан. По всей видимости, местные жители не успели до начала ледостава убрать лодку и речной транспорт попал в ледяной плен. Приложив немало усилий, мужчинам все же удалось вытащить лодку на берег. Между тем, ледовая обстановка на водоемах Хакасии остается нестабильной. Полностью замерзли лишь озера в северной части республики. В центральных и южных районах ледовое полотно только формируется. Любителям зимней рыбалки пока не рекомендуется выходить на лед и тем более выезжать на автомобили. Иначе история может закончиться, как у героев следующего репортажа. На каком водоеме произошло погружение, авторы видео не сообщают, но судя по госномерам, неудачно съездили на рыбалку москвичи. Кстати, у истории есть продолжение. Недели через две авторы выложили в ютуб второй видеоролик, который назывался «Возвращение джипа. Подъем с глубины». Автор следующего ролика предложила нам ненадолго вернуться в лето. Наталья Циненко сняла свой репортаж в Абакане на улице Пушкина. Женщину впечатлил пешеходный переход после ремонта. Это наш новый пешеходный переход на Пушкина. Как здесь пройти человеку, если машина на пол колеса топает в воде? Наши зрители охотно делятся видео, где главные герои – животные. Фавориты этой недели – грызуны. Дача Абакана в районе орбиты атакуют белки. По словам автора ролика, эти милые создания в поисках пищи прибегают на участок, а иногда даже забираются в дом. Судя по размерам, животное явно не голодает. В рационе грызунов, стараниями дачников, всегда присутствуют орехи. Людей белки уже практически не боятся. Видеокамер тем более. Подпускают к себе мобильных репортеров плотную, а иногда даже позволяют кормить себя с рук. Иди ты покушай, маленькая. Тоже надо покушать, это тут сидит. Эти кадры были сняты на одной из улиц Монреаля. Молодой человек решил поснимать белку с близкого расстояния. Положил камеру на асфальт и оставил приманку. Еда белку не заинтересовала. Зверек схватил камеру и утащил ее на дерево. Через секунду белка поняла, что устройство несъедобное и бросила технику вниз. Камера не пострадала. Авторы следующего ролика, скорее всего, будущие продюсеры, пока свои силы по раскрутке звезд они пробуют на хомячках. Эксперимент, судя по всему, проходит весьма успешно. Правда, пока зверек поет под фонограмму. Но, как показывает практика отечественного шоу-бизнеса, отсутствие голоса карьерному росту совершенно не мешает. Кстати, хомяки на просторах интернета не только поют, но и неплохо играют на музыкальных инструментах. Отдельное внимание в программе «Мобильный репортер Хакасия» мы отводим детям. Они, как известно, самые лучшие актеры. И чтобы набрать множество просмотров и лайков, ребенку достаточно просто уснуть в кадре. Ну, а это, по всей видимости, будущая балерина или, как минимум, исполнительница кавказских народных лесгинок. На этом пока все. Мы ждем ваши видеоматериалы на нашей электронной почте и на нашем сайте вести.хакасия.рф Пожалуйста, не забывайте оставлять свои контакты. Кроме того, мы есть во всех популярных социальных сетях. Смотрите «Мобильный репортер Хакасия» на канале «Россия-24» по субботам в 19.30. С вами был Константин Кравцов. Увидимся!